Так, ребятки, всем здорова. Прошу прощения, что вчера стрим с розыгрышем так жестко оборвался. Я вам чуть попозже в выпуске про развитие Ассасина расскажу немножко подробнее, что случилось. Грубо говоря, мой домик чуть не унесло в волшебную страну, если вы понимаете, о чем я в городе, там что-то жесть, сорванные крыши, вот это вот все. В общем, не было варианта продолжить стрим. Свет дали только к ночи. Ну, слава богу, что хотя бы так. А сегодня у нас обзор тех акций, которые и новочка наша любимая решил завести, насколько они вообще хитрые и так далее. Значит, наступила очередная среда, очередная акция к нам залетела. Называется она «Мистические вещицы». Вот, и давайте смотреть. В магазине появилось два товара. «Мистический сундук» за 100 монеток и «Мистический кристалл» за 10 монеток. Сама акция будет, кстати, длиться 3 недели. Это важный момент. Держим его в голове. Значит, сам по себе «Мистический сундук» — это стандартный обычный лутбоксик. Да, и, соответственно, из него можно доставать такие вещи, как набор модификации «Маскопробивания», «Агатион Духа», да, «Купон» вот этот вот. «Мистические кристаллы» сами можно оттуда аж по 10 штучек сразу доставать. Опять же, брошки и браслеты, я не знаю, они, по-моему, десятый раз подряд их можно доставать из лутбоксов. На рынке они уже валяются просто как пыль, они нахрен никому не нужны. Я не уверен вообще, что правильно иного делает, что ставит подряд акции, в каждой из которых из лутбоксов падают вот эти вот предметы, потому что они обесценены уже просто в слюне. А в какой-то момент эти акции с ними закончатся, и они, наоборот, слишком сильно поднимутся. Правильно ли это? Надеюсь, что проблем потом с ними мы избежим. Ну, если что, это хороший вариант навариться на рынке для тех, кто сейчас это все по дешевке скупает. Вот, дальше немножко камней зачарования, немножко заточек и так далее. Ну, там какие-то куклы, это мы уже особого внимания не принимаем. В общем, если вам не хватает жестко агатионов, если вам жестко не хватает маски пробивания, если вы хотели бы и лессики половить, и вам там что-нибудь хорошо бы еще подзаточить, то акция для вас замечательная. Если нет, то запейте. Вообще, в целом, средненький лут. Но этот мистический сундук, его можно синтезировать. Соответственно, вы берете мистический сундук первого уровня, вкидываете в него мистический кристалл, вот, и, значит, еще 1000 адены, и с вероятностью 8% получаете мистический сундук второго уровня. Если нет, то получаете обратно первый, просто лишаете себя мистического кристалла и адены. Соответственно, если у вас есть второй, то вы вкидываете туда кристаллы и адены, и можно будет получить третий, и так вплоть до 14 уровня мистического сундука, значит. Но вероятность, она уменьшается со стремительнейшей скоростью. Если вначале это 8%, то в конце это 0,001%. Да, то есть, если здесь нужно сделать 12,5 траев, то вот здесь вот нужно сделать 100,000 траев. Так, в целом, если кому интересно. Но я здесь все пересчитал, я вам сейчас и так расскажу словами, и в первом комментарии для видео я распишу вероятности получения, чтобы вы примерно понимали, какой сундук какого уровня, во сколько вам в среднем будет обходиться. Ну, а там, опять же, свои нюансы. Давайте посмотрим на награды. Здесь, значит, сундук каждого уровня можно обменивать будет на соответствующую награду, от единички кращущего порошка до двух единичек кращущего порошка. Вот, порошок эликсира можно мутить, кристалл души адена, хардена, талисман острова ада четвертого уровня, значит, заточки на эпике и так далее. Хороший, хороший, сочный лутецкий. И, понятное дело, что очень даже будет кстати. В принципе, я думаю, любому игроку, как бы там ни было, нет ничего прям суперспецифичного. Есть вот особое снаряжение на плюс 7, но это сундук, оттуда получается рандомное что-то выпадает. Есть купон на доспех защиты плюс 7. Здесь именно купон, то есть можно обменять на любой нужный доспех защиты. Есть купон вот на книгу заклинаний 4 звезды, но во сколько же нам в что это дело обойдется? Это самый интересный момент. Принимаем во внимание только количество мистических кристаллов, значит, адены пофиг, тысяча адены, то есть на самый дорогой сундук именно адены, вам понадобится просто 173 миллиона адены, это ничто по факту. Вот самое главное то, что у нас здесь есть мистический кристалл. И таким образом, у меня вот прям тут список, на второй сундук вам понадобится 12,5 троев, это в среднем 125 монет, на третий сундук вам понадобится уже в сумме 30 троев, это 300 монет, на четвертый 600 монет, значит, на пятый 1270 монет, на шестой 3270 монет, на восьмой уже коробка понадобится 8270 монет, на восьмой сундучок понадобится 20 тысяч монет, на девятый 53 тысячи монет, на десятый уже понадобится 100 тысяч монет, на одиннадцатый 200 тысяч монет, на двенадцатый 400 тысяч монет, на тринадцатый 730 тысяч монет, на четырнадцатый понадобится 1 миллион 730 тысяч монет. Но это нужно понимать, что это в среднем, в среднем. И учитывая столь мизерные вероятности, это в среднем, Ну то есть как идет обычный график, вот он вот так вот идет, понимаете, да, то есть где-то вот тут вот в середине у вас наибольшее количество вероятности, что вы заберете где-то вот в районе сотни, но оно может быть и раньше, оно может быть соответственно и позже. Из-за того, что здесь вероятности малюсенькие, этот график он расползается из вот такого в вот такой примерно, то есть готовьтесь к тому, что вы спокойнейше можете отдать возможно даже в три раза больше, в три с половиной раза больше, в четыре раза больше, может быть в пять раз больше. Но соответственно и количество траев будет очень большое, трая очень дешевая, можно получить и сильно дешевле. Вот фишка в чем, если вы сгорелись этой идеей, если вы такие типа все хочу, хочу, хочу четвертую книгу, потому что нигде в дежурном режиме ее не достать, определите себе бюджет. Вот, определите этот бюджет и если в рамках него у вас не получится, то дальше просто оставьте эти попытки и дальше не делайте абсолютно ничего. Типа не получилось, хрен с ним, все, уходим, но дальше ничего не делаем, ждем каких-то более адекватных акций и будьте готовы к тому, что оно не получится и не влезайте вот в эту лудоманию, потому что она вас стопроцентно затянет. В идеале возьмите самих вот сундуков, из них тоже выпадают вот эти мистические кристаллы и соответственно вот сколько вам нападало мистических кристаллов, столько вы и пооткрываете. Но в целом, если вы целенаправленно хотите вот что-то отсюда получить, то сами сундуки не открывайте, возьмите один ровно сундук, все остальное набирайте чисто вот этими вот мистическими кристаллами. Сундуки унылые, открывайте их, ну понимаете, если бы сундуки еще были классные, то как бы да, окей, можно было бы и посинтезировать вот это вот все, но так, конечно, грустновато. Вот, ну и все, огромное спасибо за просмотр, совсем скоро увидимся в следующих акциях, в следующих роликах. Если, значит, что-то, какие-то вопросики у вас возникают, задавайте, давайте в комментариях обсудим. Может быть, я опять где-то косякнул, у меня вечно косяки с описанием акций, но всегда в комментариях я указываю, в чем конкретно ошибся, чтобы у вас была 100% достоверная инфа. Всем пока!